Соглашение с оппозицией 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 и активам общественных организаций, на тот форум, который в Харькове должен был проводиться. Мы действительно туда приехали поздно ночью, потому что вынуждены были это сделать. Когда мы приехали в Харьков, с самого утра 22-го числа, служба безопасности начала получать информацию о том, что в Харьков прибывают радикально настроенные группы. Здесь не страх был. Страха не было никакого. Это были условия безопасности, которые нужно было предусматривать и их нужно было сохранить. И руководить безопасностью – это не моя работа. Я принял решение, попросил, со мной был председатель Верховной Рады Украины, Рыбак, и был глава администрации Клюев. Я их попросил, чтобы они летели в Донецк. У нас был самолет. И в Донецке собрали актив и провели с активом определенную работу, рассказав все, что происходило с нами, все, что происходит сейчас в Киеве. А сам принял решение поехать в Луганск. Мы вылетели двумя вертолетами. Служба аэрорух, а затем и военные диспетчеры предупредили нас, если мы не свернем с этого направления, а это направление их якобы предупредили, что мы собираемся перелетать в Россию. Предупредили, что поднимут вертолеты, поднимут истребители. И летчики на вертолетах приняли решение, они законопослушные люди, их предупредили развернуть и посадить их в Донецке. Вот это ситуация, с которой началось мое движение фактически по Украине. Я передвигался на автомобильных дорогах, и в итоге мы переехали в Крым. В Крым поздно вечером. Намерения, те, которые у меня были, опять были разрушены через новые угрозы. Я получил звонки от членов своей семьи о том, что даже младшего внука занесли в список людей, которых нужно люстрировать. Старший сын поехал за ним в детский сад, забрал его, мне перезвонил и сказал, я в таких условиях не могу рисковать семьей. Такая была ситуация, реально.